Привет всем! Завершились еще две игры одной восьмой финала. Известны очередные участники четверть финала. В действующие чемпионы мира французы обыграли Польшу 3-1 и вышли в 1-4 финала. Счет в первом тайме могла открывать каждая из команд, упустив по выгодному моменту. Героем встречи стал Мбаппе, который дважды поразил девятки ворот соперника и отдал голевой пас на Жеру в первом взятии ворот. В общей сложности Франца забила уже на турнире 9 мячей, 5 из них на счету Киллиана. Хочу уделить внимание еще двум игрокам. Героем встречи мог стать Оливье Жеру, если бы забил в первом тайме в пустые ворота, а также если бы один из его голов через себя не отменили. В итоге футболист забил один раз и вышел на первое место в истории сборной Франции по забитым мячам. У Тири Анри теперь на один мяч меньше 51. Вратарь французов Уго Лерис благодаря этой игре вышел на первое место по числу игр за сборную на его счету 142 поединка. Столько же у Лилиана Тюрама. Интересная деталь в истории встреч заключается в том, что сборной встречались 17 раз. Больша последний раз побеждала 40 лет назад. В июле 1982 года они обыграли гальский петухов в полуфинале чемпионата мира 3-2 и выиграли бронзу, а в следующем месяце нанесли им крупное поражение в товарищеской игре 4-0. Соперник трехцветных определялся в следующей игре. Англия и Сенегал встретились впервые в истории. Друзья, чемпионат мира по футболу переходит в стадию плей-офф. Это значит, что сейчас самое время зарабатывать. Телеграм-канал Утка Геймс дает на каждый матч чемпионата бесплатный прогноз. То есть каждый день по 2-3 прогноза. Поэтому заходите в их телеграм-канал по ссылке в описании и начинайте зарабатывать. Африканцы имели три добротных момента, но в первом тайме отметиться удалось оппонентам. Хендерсон и Кейн забили первые голы на турнире. По семейным проблемам матч пропускал Стерлинг. Вместо опытнейшего нападающего пришлось использовать Фила Фодена, который оправдал доверие тренера и отдал две передачи. Итоговый счет 3-0 в пользу британцев сделал Сака из Арсенала. Игра прошла на стадионе Альбайт. Англичане могут сыграть в этой огромной палатке еще два раза. В четвертьфинале и возможно в полуфинале. То есть им никуда приезжать не нужно. А теперь давайте посмотрим схему плей-офф и узнаем пары 1-4 финала. УЕФА в итоге теряет шестую команду Польшу. Остается еще 7 европейских сборных. И четвертого представителя теряет Африка. Сенегал уезжает вслед за Камеруном, Ганой и Тунисом. Остается Марокко. Схема плей-офф. Вчера мы узнали, что соперником сборной Нидерландов, которая обыграла США 3-1, в следующей стадии станет Аргентина, победившая Австралию 2-1. Игра ожидается 9 декабря. Франция была сильнее Польши 3-1 и вышла в 1-4 финала. 10 декабря ей предстоит сыграть против англичан, которые выбили Сенегал. В этой игре Уголюрис установит рекорд своей сборной по числу игр. Что же нас ждет дальше? Две игры состоятся 5 декабря. В 18.00 начнут Япония и Хорватия. Через 4 часа Бразилия сразится с Южной Кореей. 6 декабря в 6 вечера по Москве, Марокко, Испания и Португалия, Швейцария. Лучшие бомбардиры и ассистенты. Бапе Франца забил 5 мячей. Давайте вспомним, что в России лучшим с шестью мячами был Кейн. Гарри сейчас лучший ассистент 3 передачи. Ставьте лайк. С вами был Алекс Спортивный. Услышимся!